Друзья мои, всем привет! Сегодня мы разберем событие Царь Горы. Многим оно уже знакомо, так что помимо основных деталей мы также проговорим возможные ошибки и тактики. Сюжет события следующий. Во время апокалипсиса возникли три основные фракции, которые постоянно стремятся поглотить друг друга и стать Царем Горы. На данный момент событие будет проходить по типу «Вершины». Новое название – Царь Горы Матчи Ранга. Подробнее об этом вы можете прочитать в игре, ссылку мы добавим в описании. Возможно, скоро подготовим отдельный ролик, а сейчас давайте продолжим. Важно, что каждому участнику необходимо самостоятельно назначить три марша. Вы можете настраивать марши в любой доступный день, кроме дня боя. Будьте внимательны, а также не забывайте обновлять марши, если вы делали какие-то улучшения. Если вы не назначите героев, то вы просто будете биться пустыми маршами, которые состоят только из войск. Во время регистрации R4 и R5 могут выбрать 4 из 5 предложенных вариантов времени, а также сформировать команду до 30 игроков и 10 резервистов. В этом событии присутствует возможность регистрации второго легиона, что расширяет количество игроков, которые могут принять участие. После успешной регистрации вы станете одной из трех команд, которые будут сражаться за возможность быть Царем Горы. Событие разделено на три основных этапа, каждый из которых длится по 20 минут. Этап 1. Захват территории Этап 2. Ключевые города Этап 3. Центральные города Игроки еще это называют центром Ну а теперь рассмотрим этапы подробнее. Когда событие начнется, вы сможете войти на карту, где увидите Вашу отправную точку и другие города, которые соединены дорогами Ваши три марша, которые вы настроили перед началом битвы Мини-карту, чат события, где вы можете общаться с другими союзами Поэтому не обсуждайте вашу тактику, не помогайте соперникам И напоследок в верхнем правом углу вы увидите еду В этом событии еда – это главный ресурс, за который вы можете отправлять, оживлять и ускорять ваши марши А также ускорять и бои Еду можно получить в небольших количествах, если лидер союза или Р4 назначат вас правителем Но основное количество еды восстанавливается с течением времени Поэтому лучше тратить еду с умом и распределять ее После окончания короткой подготовки начнется первый этап Главная цель которого – захватить как можно большую территорию А также постараться пробраться на территорию врага Захват здания происходит посредством отправки в него маршей При первом захвате вы будете сражаться с мобами Как только вы их убьете, здание уйдет под контроль вашего союза и будет приносить вам очки Напомню, на карте события три альянса, которые сражаются друг с другом Поэтому важно заранее распределить ваших игроков на команды Чем быстрее вы займете все здания, тем быстрее вы начнете зарабатывать очки В строениях будут проходить 10-секундные бои, если кто-то атакует ваше здание или же вы кого-то атакуете Количество игроков и их маршей, которые могут находиться в одной точке, не ограничено Если один из ваших маршей погиб во время боя, то вы можете оживить его моментально, используя еду Или подождать определенное количество времени и ваш марш автоматически восстановится в отправной точке После этого нужно будет идти до здания заново Я не рекомендую тратить еду на восстановление и ускорение третьего, самого слабого марша Спустя 20 минут начинается второй этап, главная цель которого захват ключевых городов Всего таких города три Их контроль очень важен, но постарайтесь не потерять территорию, захваченную на первом этапе Данные города находятся на краях территорий Каждому союзу доступен проход к двум ключевым городам при условии успешного захвата прилегающих территорий Как только города будут открыты, оба союза смогут зайти в них Сначала произойдет бой против мобов, так что не обязательно заходить первым Главное быть тем, кто убьет последнего зомби Итого, второй этап состоит из сражений за ключевые города и всю остальную территорию карты Спустя еще 20 минут будет открыто центральное здание Но вашу дорогу к этому зданию могут перекрыть соперники Поэтому следите за тем, чтобы к началу третьего этапа у вас был путь к центру Бой в центральном здании происходит так же, как в ключевых городах Союз, убивший зомби последним, займет центр А затем будет обороняться от двух других союзов Последние 20 минут вы будете сражаться на всех зданиях карты и копить очки Очевидно, победит тот союз, который наберет больше всего очков Теперь давайте еще раз проговорим о ключевых моментах и разберем возможные ошибки и тактики Каждое здание приносит определенное количество очков Отправная точка – 1200 очков в минуту Крепости – 60 очков в минуту Капитолии – 300 очков в минуту Продвинутые капитолии – 600 очков в минуту Эти здания доступны для захвата сразу на первом этапе Захват ключевых городов, которые открываются через 20 минут от начала боя, дает 3000 очков в минуту Именно поэтому эти здания очень важны и туда стоит отправлять сильных игроков из ваших команд Еще через 20 минут появляется возможность захвата центральных городов Владение центром также дает 3000 очков в минуту и плюсом добавляются фиксированные 5000 очков в реальном времени Если вы потеряете контроль здания, то из вашего счета вычтут эти очки и прибавят их к Союзу, который владеет центром в данный момент Обратите внимание, что раньше 50 тысяч очков давались Союзу в конце боя Сейчас это изменилось, поэтому стало легче контролировать прогресс боя Теперь рассмотрим бои и доступные возможности во время боя Первоначальный порядок боев основан на времени прибытия маршей То есть первый пришел, первый идешь сражаться После каждой победы ваш марш будет отправлен в конец очереди, а при проигрыше вы потеряете свой марш Как и говорил ранее, вы можете оживить марш моментально, используя еду Или подождать определенное количество времени и он возродится в отправной точке В интерфейсе сражения внутри города можно увидеть кнопку «Ускорить» Нажатие этой кнопки стоит 25 тысяч еды и ускоряет бои в здании при условии, что в нем присутствует больше 5 маршей С каждой стороны Также еще одной возможностью во время боя является кнопка «Продвижение» или «Отступление» Немногие об этом знают, поэтому и вы никому не рассказываете Если во время боя вы шестой и далее по очереди, то вы можете продвинуться в следующее здание Либо же вернуться в предыдущее Для этого нужно нажать на желаемый город и сбежать К слову, это одна из наиболее частых ошибок игроков Так как в зданиях могут сидеть 20 человек, 15 из которых застряли и не помогают на других точках Будьте внимательны и следите, где ваши марши и что они вообще делают Также в правилах игры появилось описание функции рейда Но на момент записи этого ролика подробностей об этом нет Как только у нас появится больше информации, мы обязательно расскажем вам об этом Рассмотрим награды, которые получает Союз, а также личные награды игроков В зависимости от места, Союз получает монеты, которые можно потратить в магазине «Царь горы» Капсулы, релокаторы, продвинутые поиски и ресурсы Награда небольшая, но она приходит всему Союзу Также существуют награды личного рейтинга, которые тоже зависят от того места, которое занял Союз С полным списком наград вы можете ознакомиться в правилах события Чтобы получить максимальные личные награды, нужно набрать 120 тысяч очков за боевые заслуги Для того, чтобы набрать вам очки, нужно активно участвовать в сражениях Другого способа нет Постоянно бегайте и сражайтесь Также «Царь горы» является заданием в Мего Метаморфикс Вам не нужно тратить личные ресурсы, только время Поэтому я бы рекомендовал не пропускать это событие На этом все, друзья мои Событие не новое, но думаю, этот ролик еще актуален Так как от вас поступает много вопросов Надеюсь, этот подробный гайд помог вам разобраться в этом событии Или же вы нашли для себя что-то новое Если у вас еще остались вопросы, задайте их в комментариях Или же на нашем сервере Дискорд Ссылка, как обычно, в описании этого ролика По традиции подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки Берегите себя и не давайте скинуть себя с горы Всем пока!